Есть какие-то, друзья мои, вопросы? Если есть, то можете накидывать, предлагать какие-то тематики. А я начинаю читать ваши вопросы в чате. Сейчас ищу. Людмила спрашивает из Ровно. Как организовать систему обучения в команде? У вас должна быть школа, система поставлена, мероприятие. Должны быть две школы. Одна офлайн, другая онлайн, чтобы обучали людей делать и то, и другое. Все. Поэтому неделя офлайн, неделя онлайн. Поставить очень просто. Вы можете себе поставить. Я зеваю, извиняюсь, потому что у меня первый час ночи. Положимся всегда поздно, понимаете, да? Поставить, допустим, какое-то балловое наполнение. Допустим, это 50 баллов или 100 баллов. Человек, который выполняет этот допуск, попадает на обучение. Где вы обучаете ему, его точнее, самому главному навыку. Где брать людей, что с ними делать. Это первый самый навык, которому нужно научить своих людей. Второй навык, где брать лидеров, что с ними делать. Это уже навык сложнее. Но этому тоже надо обучать, потому что этому не учат ни в одной компании в мире. Вот, поэтому имейте в виду. Анатолий, как перевести просмотры в живое общение? Как задавать людям вопросы? Я так понимаю, что у вас после видео, если человек спрашивает Анатолии, там, я скидываю видео, я спрашиваю человека. Вы послушали мои видео, посмотрели? Ой, человек говорит, либо да, либо нет. Если говорит, да, я говорю, отлично. А что вас в нем зацепило, о чем вы хотели больше узнать? И перевожил в вас в общение. Только, ребят, через вопросы. Человеку надо открывать, задавать ему правильные просто вопросы, не стесняться, не бояться. И все, у вас тогда будет по хэн-шую. Вот, просто поверьте мне. Так, и пока вопросов нет, я читаю вопрос здесь. Кто может подсказать, человек пьет гормоны, проблемы с щитовидкой, можно ли одновременно пить калаваду? Можно пить калаваду, у него вопрос. Да нет, Анатолий, без проблем. Можно начать против прозитарки. Детокс, жательный парашилд, а потом можно было калаваду. И понимаете, опять щитовидка, что у него? Гиперфункция, гипофункция, что оно не увеличено, не увеличено. Он анализы по хорошему, дайте, чтобы понимать, что у него с щитовидкой. Каким видео можно зацепить и вызвать на общение? Дмитрий спрашивает. Дим, у меня таких видео, раз, два, три, четыре, по бизнесу, два, по продукту. Поэтому все они есть вверху в моем чате. Первое видео 5 минут, второе видео 10 минут, третье 20 минут, четвертое 53 минуты. Я человека спрашиваю. Если кто-то молодняк, у меня есть на 5 минут до отбора. Если человек посерьезнее, то на 20 минут. Если человек хочет разобраться, я задаю просто вопрос. Я говорю, вы как хотите, по верхам пробежаться или вы хотите прям глубоко разобраться? Человек говорит, нет, она глубоко. Я говорю, отлично, я вам скину на 53 минуты. Окей, окей. Вот так, 10 сентября. Годрум, да, круто. Сейчас, кстати, открывается Коралл Клаб. Мы когда-то работали, на рынке Турция опять открывается. Поэтому, ребят пишет, что зависла. Ребят, скажите, зависла ли связь? Вот ребята пишут, что зависла. То ли это у них, то ли это у меня. Все, уже нет, да, все, супер. Если что, пишите, потому что, ну, в лобе, понимаете, интернет не очень-то хороший. Итак, вопрос у нас был. Вопрос у нас был. Сейчас вернемся к нему. В чем суть сетевого маркетинга? Суть сетевого маркетинга в очень простой вещи. Донесение продукта в массы. Потому что, когда здесь сделали срез и выяснили, какая самая лучшая реклама действует для покупок, то выяснили, что это о рекомендации. Сарафанное радио, цыганская почта к сетевым маркетингу. То есть это от сердца к сердцу тематика, да? Вот, и поэтому сетевые компании очень круто развиваются. По этой же причине, потому что здесь идет так. Ты пользуешься продуктом, тебе он нравится, ты рассказываешь людям, они от этого кайфуют и тебя благодарят. Вот в этом его суть. Есть ли в нем, Анатолий, на ваш взгляд, минусы? В сетевом бизнесе есть минусы, конечно. Это не ваш бизнес. Это тоже большой бизнес. Есть ваш личный бизнес, а есть сетевой бизнес. У вас есть свой бизнес, но он внутри бизнеса. То есть вы, ну, как бы, все равно ограничены. Многие вещи не можете делать, как, допустим, в своем бизнесе. Но тут же есть опять-таки вторая сторона медали какая? Спасибо, Татьяна, да, что пишете, да, за лайки. Вот, какая? Я знаю, что вы безрисково. Вам надо сделать свой большой бизнес, чтобы открыть его. Нужны капиталовложения. Нужна какая-то идея, нужна команда. Здесь уже все окей, все придумано до вас. Вы только входите в готовую тематику и спокойненько сразу же уже работаете. Понимаете? То есть вам дают готовую почву, инструменты, ключик и все. Поэтому везде есть плюсы и минусы. Идеально не бывает нигде. Непродукция, информация. Да, конечно. Мы продаем непродукцию. Продукцию продает наша компания. Или ваша компания, в которой вы работаете. А мы занимаемся продвижением товаров. Вы сказали, что ограничены. Я думал, тут нет границы в нашей компании. Нет, Татьяна, я вас разочарую. Границы есть в любой сетевой компании. И в том числе в компании Coral Club. Поэтому я всегда говорю, что я с вами честный. Поэтому зачем мне хвалить или что-то там говорить? Нет. Есть свои минусы везде. В том числе в любой сетевой компании. И в линейном бизнесе. И в сетевом бизнесе есть минусы и плюсы. И в компании Coral Club есть плюсы и минусы. В любой компании у меня есть. Так. Пока вопросов нет, я открываю телефон и читаю в чате вопросы ваши. Анжелика спрашивала, в чем суть сетевого маркетинга и его преимущества. Я на него уже ответил. Если в нем минусы. Минусы есть. Ответил. Так. Наталья спрашивает. Да, Анатолий, добрый день. Вопрос. Много просмотра видео в соцсетях. Как перевести эти просмотры осознанных потребителей? Я так понимаю, что вы угадаете какую-то информацию, как это сделать. Вам нужно те люди, которые вас лайкают, пишут комментарии, с ними начинать переписываться. Задавайте вопросы. Поблагодарите. Спасибо. Вы ко мне заходили на прямой эфир, поставили лайк. Хотелось бы подинтересоваться, что вас зацепило, что вам понравилось. Чем могу быть вам полезной? И самой заводите общение. Заводите опять их в класс общения через вопросы. Вот так вы можете монетизировать свои видео, материалы, свои рилсы, в ТикТоке, в Инстаграме и так далее. Здравствуйте. Был ли эфир сравнения компаний Greenway и Coral? Был. Да, всем привет, Наталья. Был такой эфир, я сравнивал. У меня на канале в YouTube есть. PNL. PNL тоже сравнивали. Маркетин план. Squirrel Club тоже есть у меня на канале. Какие, друзья мои, еще вопросы у вас есть? Задавайте, не сочетайтесь. Прямо походу будем с вами работать. Я и пока дальше просто много всего. А с For Life? Нет, с For Life нету. Не сравнивал. Не сравнивал, дорогие мои. Сейчас я просто ищу вопросы, поэтому отвлекаю. Так, эфир в пятницу. Завтра у нас четверг, завтра я тоже выступаю на школе для Узбекистана. В пятницу, наверное, проведу еще один эфир, да. Да, это Анжелика, только фото, допустим, да, там, вы там, допустим, хотите, не знаю, там, представлять, чтобы у вас продукт продавался в интернете. С этих компаний это делать нельзя. Ну, там, понимаете, есть свои ограничения. Вы просто возьмите, в любой компании есть книжка. У нас компания Куралклаб исправилась, вот так. И почему нельзя? Нельзя писать, что вы от компании Куралклаб, понимаете, то, что вы, надо обязательно писать, что вы дистрибьютор компании Куралклаб. Ну, такие есть, везде есть, во всех компаниях такие, как бы, негоразды. Ну, это, с этим можно смириться просто, если, но можно и зацепиться и рогами упереться, сказать, о, тут все плохо, и уйти. Можно и так, да на момент, что у вас важнее, маркетинг-план или квалификация. Маркетинг-план и квалификация, Оля, ну, все дело в том, что это, ну, для меня это одно и то же. Маркетинг-план указан на квалификации, я по ним расту. Все это как в армии погоны, как на любой рабочей, вы продвигаетесь по коренной речи, так и в сетевом маркетинге у вас есть квалификация. Все, товарооборот его выстраивать. Поэтому нельзя так сказать, это, ну, как бы, неправильно поставили вопрос, что важнее в квалификации. Квалификация – это товарооборот. Это деньги мои, понимаете, но получаю-то я денежки с маркетинг-плана. Поэтому это есть. Так. Сейчас читаем дальше. Подвисает. Ребят, может быть, подвисает, но я не двигаюсь никуда. Так, Анатолий, подскажите, продуктовый чат и нужно ввести каждому дистрибьютору. Да, спасибо большое за обратную связь. Ребят, как меня слышно? Зависло, да. Сейчас развисло уже, должно, по идее, быть. Напишите, пожалуйста, как сейчас меня слышно, как меня видно. И какие у вас еще есть вопросы. Спасибо. Все, ребят, супер. Вчера в рамках исходящего наткнулась на представление Чико Лайф. И она, литератная, отдувалась у Карл Плав. Что делать с таким негативом? Да ничего с ним не делать. А что с ним делать? Не принимайте его за себя, Дим. Пускай говорят. Собаке гапкает, караван идет. Что вам, господи? Знаете, сколько про меня плохого говорят? И что теперь? Мне надо вообще повеситься теперь. Если я буду слушать, что вам не говорят. Всегда люди, запомните, делятся на две категории. Люди, которым вы будете нравиться, люди, которым вы будете не нравиться. Люди, которые вас будут ненавидеть, люди, которые вас будут любить. Почему такую сторону? Потому что чем выше обезьяна лезет на дерево, тем большему количеству людей видно его голую жопу. Понимаете? И они мне не нравятся, я не ее обсуждаю. Проводите ли вы с новичками обучающие семинары? Если проводите, то как часто? Но вообще это нужно делать в зависимости от входящего потока. Сколько у вас людей на входе? Супер, когда раз в неделю вы проводите. Мы проводим два раза в неделю. Ой, два раза в месяц. Раз в две недели. Набрали людей, провели. Набрали массу людей, провели. Так, дальше тут что? Когда пишут, какая у них чудесная компания и уникальная продукция, что отвечать? Я говорю, я рад за вас. Я говорю, а какой водой вы запиваете всю эту продукцию? Или я скажу, я могу, кстати, не сомневаюсь в том, что у вас классная продукция. Была бы плохая продукция, потому что компания ваша наверняка бы закрылась. Хотя, ну, есть такие перимедальные компании, которые держатся не за счет того, что продукт хороший, а за счет того, что там деньги поступают. Какие темы раскрывать на семинарах? На этом семинаре сама встреча пишет, Алексей пишет. Ребята, а ну-ка скажите, это только у Алексея или у всех? Я сейчас завис опять или у меня слышно нормально? Напишите, пожалуйста. Зависает. Ну, я не могу сделать. Тут плохой интернет. Я сегодня не успел купить карточку. Хотел успеть купить карточку, местную снимку. Ну, дайте тогда, чтобы было и прошло. Давайте, чтобы я вас не мучил, я вам скажу, как бы я на это сегодня закончил. Вот я куплюсь за... Там был... Навык... В начале пути надо запретить человеку проводить какие-либо встречи, чтобы он не сливал людей, что нет... Поэтому нужно научить сделать только одну вещь. Классный навык. Научиться продавать наставнической вертикали. Все. Наставника. Если есть там 2-3 человека, если есть мужчина-женщина, вообще идеально. Можно подобрать там, куда поцеловать женщину, куда наставника. Одного, куда второго, когда наставников много. Чем больше, тем круче. Туда, куда нужно. Молодой к молодому, там, да, там, допустим, к пенсионеру, женщину к женщине, допустим, поговорить там по женскими делам и так далее. Поэтому это самый главный навык научить. Если мы говорим про онлайн, то там тоже все. Оформление страницы, прямые эфиры, сторисы, партизанский маркетинг. Все. Дальше там опять-таки, что это встреча, промоушен, наставнику, закрытие сделки, добавление в чат. Все. Вот этим навыкам нужно обучать, ребят. Попрошу, у нас уже больше, чем 50 человек смотрят. Поставьте, пожалуйста, пальчик. Лайков всего 27. Надеюсь, что меня сейчас слышно хорошо. Поэтому я, как бы, как обещал, постарался. Хотя, еще раз говорю, у меня уже 21 минута первого. Сегодня, у меня уже завтра наступило. Поэтому стараюсь быть максимально полезным. И к вам по времени, чтобы вам было всем уже, кто-то с работы пришел, кто-то уже дома. Выгодно было. Поэтому давайте на этом закончим. Плохой, спасибо, Василий, плохой интернет. Мне пальчики надо поставить не здесь, а под видео. Там есть палец, лайк поставить, чтобы YouTube понял, что для цены, для людей, и мог это другим людям показать. Как я всегда говорю, вам это ничего не стоит. Мне приятно. А самое главное, чтобы тем самым помогать и расшабить это видео другим представителям нашей индустрии. Вот, мне это понятно. Ну и здорово. Вот, я так понимаю, что вопросов больше нет. Вот, рад, еще раз был, что все подключились. Спасибо. У меня есть Инстаграм. Установите себе платный VPN. Там очень много классных вещей. Путешествия из Бали. Посмотрите, как у нас все происходит. Вы можете какие-то вещи взять для себя. Что ждет компания в ближайшие годы, какая фантастика? Фантастика очень простая. Компания наняла очень такую мощную лидерскую, как бы сетевую такую, даже не правильно, сетевую компанию. Что в ближайшее время компания Coral Club войдет во все топовые места и станет миллиардами. Сейчас о чем думаю. Там брали советы, смотрели, анализировали. И сказали, что у вас все для этого есть даже больше. Мартина не миллиардами. Плохо знает, кто это такой. Поэтому в ближайшие годы компания Coral Club, как и планировалось, уже четким планом, станет миллиардами. И всех, кто в компании Coral Club, я вас с этим поздравляю. Вот, что я говорю. Всех обнимаю. И до скорых встреч на просторах интернета. Задавайте свои вопросы в моем чате. Субтитры сделал DimaTorzok